Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары и так коротко о некоторых из них. Задача построить в регионе портово-логистический хаб. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в посольстве Ирана в Москве провел встречу с губернатором провинции Мазендеран. Отработали слаженность действий на случай опасности. В Самаре в одном из загородных лагерей прошли учения росгвардейцев. Деревянная Самара, которую мы не знаем. В музее галереи Заварка для детей провели экскурсию по экспозиции, которая рассказывает о старой Самаре и ее деревянном зодчестве. Оказаться в санитарном вагоне или в поезде бани, увидеть защитников Брестской крепости, проехать вместе с военнопленными и оказаться на Нюрнбергском процессе. В Самару впервые прибыл иммерсивный поезд Победы. Получить знания и побольше узнать о городе на Волге. Делегация китайских студентов побывала с экскурсией в центре Самары. Самарские теннисисты – главные претенденты на Кубок России по пляжному теннису. Финальные матчи третьего этапа пройдут в воскресенье на пляже Первомайского спуска. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в посольстве Республики Иран в Москве провел встречу с губернатором провинции Мазендеран Сеедом Махмудом Хосейнипуром. В ней также приняли участие чрезвычайные полномочные посолы Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казин Джалали, министры со стороны Мазендерана, представители торгово-промышленной палаты и бизнеса Ирана, министр областного правительства, сенатор от Самарской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарид Мухаммедшин. Встреча направлена на укрепление сотрудничества между Самарской областью и Ираном, одним из ключевых партнеров России. Развитию отношений между странами особое внимание уделяет президент страны Владимир Путин. Ранее глава России и президент Ирана выступили за реализацию взаимовыгодных проектов в различных сферах. В мае этого года Владимир Путин и Ибрахим Райси приняли участие в подписании соглашения о сотрудничестве двух стран в реализации проекта по развитию перевозок по международному транспортному коридору Север-Юг, который проходит и по территории Самарской области. Напомню, на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме губернатор Дмитрий Азаров провел две встречи с представителями иранской делегации. В частности, обсуждался вопрос сотрудничества в реализации проекта портово-логистического хаба на территории региона. По итогам форума была создана рабочая группа между Самарской областью и посольством Ирана для предметного взаимодействия сторон. Автоваз применил коммерческие санкции против трех автодилеров, которые завысили цены на машины «Лада». Сообщается, что проверка продавцов автомобилей была инициирована в июне. Это произошло после появления в СМИ ряда публикаций о необоснованном повышении цен на машины, произведенной Автовазом. В компании не уточнили, какие именно коммерческие санкции применили в отношении автодилеров. Сейчас проверки цен в дилерских центрах продолжаются. В Самаре специалисты ведут работы по восстановлению подачи холодного водоснабжения в дома жилого комплекса на Демократической. Вода не поступает к жителям из-за поломки насосов, которые не были переданы застройщикам, управляющим компаниям. Пока идут ремонтные работы, на месте работают бойлеры с питьевой водой. К решению проблемы подключились городские власти, районы и администрация. В ситуации разбиралась и наша съемочная группа. Запас воды в пятилитровых бутылках сейчас необходимый элемент для жизни горожан в жилом комплексе на Демократической. Водонасосная станция, которая снабжает водой эти дома, вышла из строя. Поэтому жители, как Наталья Казачкова, либо набирают воду в бойлере, который приезжает, либо везут от родственников, надеясь, что проблема решится. Но хуже всего неизвестность, ведь управляющая компания не дает жителям никакой информации о том, какие работы ведутся. Чтобы информацию управляющая компания нас держала, по крайней мере, в курсе, дальше какие действия нам не говорят. Самый элементарный способ общения с жителями – написать на подъезде или где-то информацию на информационном стенде о том, что ведутся работы. Такого-то числа планируют закончить или, по крайней мере, до такого числа они не будут хотя бы какую-то информацию иметь, чтобы мы понимали. Чтобы восстановить водоснабжение в домах и информировать жителей о текущей ситуации, к решению вопроса подключились специалисты Департамента городского хозяйства и экологии, а также администрации Кировского района. Благодаря их вмешательству два насоса из четырех удалось запустить. Это позволило дать небольшой напор воды, но только для жителей нижних этажей. Еще два насоса продиагностируют в ближайшее время. Кроме того, с помощью бригад ресурсоснабжающей организации попробуют временно подключить водовод в обход насосной станции, чтобы вернуть воду на время ремонта основного оборудования. Сейчас задача стоит попробовать все-таки реанимировать эти насосы родные и попробовать, соответственно, дать давление. Данным вопросом все занимаются. Здесь вот со мной рядом присутствуют старшие по домам, все на контакте. Ситуацию, соответственно, мы доводим до жителей, стараемся. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время ситуация будет решена. Изначально по вине застройщика не были соблюдены технические условия станции, поэтому теперь после обильных дождей подкачивающие насосы вышли из строя. Ситуация осложнена тем, что сети попали в конкурсную массу банкротящейся управляющей компании. И теперь муниципалитет вместе с жителями ведет работу в правовой плоскости, по исключению сетей из конкурсной массы и передачи их на баланс города, чтобы в дальнейшем обслуживанием насосного оборудования занималась ресурсоснабжающая организация. Все работают, и я хотел бы к жителям этого жилищного комплекса обратиться с просьбой. То есть набраться терпения. Я понимаю, что ситуация сложная, но на сегодняшний день пошли вот эти вот вбросы в сети интернесс с претензиями ко всем и то, что никто ничего не делает. Я еще раз говорю, я вместе с жителями и до последнего будем работать и, думаю, эту проблему решим. Работа и по техническому, и по юридическому направлениям городскими властями будет продолжена, чтобы решить проблемы с водоснабжением в самые кратчайшие сроки. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События. В Самаре в одном из загородных лагерей прошли учения росгвардейцев. Они отработали действия в случае сигнала тревога. Подробности в нашем материале. Дежурная часть, объект, авангард, лагерь. У меня проникновение на территорию лагеря. Место действия – детский оздоровительный лагерь «Авангард», расположенный в Куйбышевском районе Самары. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии отрабатывают действия в случае поступления сигнала тревога. Проверяют, насколько хорошо налажено взаимодействие администрации лагеря и работников частной охранной организации при возникновении нештатной ситуации, а также слаженность действий групп задержания Росгвардии при срабатывании тревожной кнопки. По легенде, на территорию детского лагеря пытался проникнуть посторонний. Охранник нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Охранная организация лагеря обязана иметь лицензию, позволяющую оказывать услуги на объекте. А охранник четко знает свои должностные обязанности и уметь пользоваться кнопкой тревожной сигнализации, выведенной на пульты вневедомственной охраны Росгвардии. За безопасность детей родителей можно не беспокоиться. Лагерь окружен забором, то есть все под контролем. Охранная организация взаимодействует с Росгвардией. У нас установлена кнопка тревожной сигнализации, и в случае нажатия бойцы Росгвардии в кратчайшее время прибывают в лагерь. Центром лицензионной работы на постоянной основе проводится мониторинговое мероприятие и качество оказания охранных услуг. В рамках данных проверок проверяется наличие правого статуса у работников частных охранных организаций, наличие у них личных карточек частного охранника, медицинских комиссий и пройденных периодических проверок. Сегодня в регионе работают 46 детских лагерей. Их безопасность обеспечивает более двух десятков охранных фирм. За качеством их работы следят сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии. Подразделения вневедомственной охраны контролируют 70% объектов летнего отдыха детей. Виктория Шаре, События. А теперь коротко о других событиях этого дня. Ночью в Центр управления кризисными ситуациями поступило сообщение о пожаре по адресу улицы Шоссейная 101А в поселке Усть-Кенельский. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области. На месте происшествия горели два автомобиля МАЗ. В тушении участвовало пять человек, которые ликвидировали пожар к шести часам утра. Данных о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. И еще один пожар произошел в четверг около 11 ночи в доме на улице 9 Малая Просека в Промышленном районе, сообщают Главное управление МЧС России по Самарской области. Горела кровля двухэтажного частного дома на площади 150 квадратных метров. На борьбу с огнем были направлены 32 человека, в том числе два звена газо-дымозащитной службы. При тушении была проложена магистральная линия. Пожар удалось ликвидировать в 23.13. Данных о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Новый ФАП откроется в Нефтегорском районе Самарской области. Его возведут в селе Бариновка по нацпроекту здравоохранения, инициированному президентом России Владимиром Путиным. Более 800 жителей села смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта должно было начаться в 2024 году. Но по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, возведение медицинского объекта, в котором нуждаются жители села, стартует уже в ближайшие месяцы. Старый ФАП находился в приспособленном помещении. Новое здание будет отвечать современным стандартам оснащения фельдшерско-акушерского пункта. В нем предусмотрены процедурный кабинет, холл, просторные помещения для приема пациентов, оборудованные современной медтехникой. Фельдшер на месте сможет оказывать как плановую, так и неотложную экстренную помощь. В связи с перекладкой теплотрасс будет введено ограничение движения транспорта на четырех улицах Самары. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента транспорта. Так, с 21 по 24 июля будет ограничено движение по улице Каховской, от улицы Вольской до проспекта Юных пионеров, по ремесленному переулку от улицы Каховской до проспекта Кирова, с 21 по 25 число по улице Советской армии, от улицы Гагарина до Мариса Тореза. С 24 по 28 июля движение транспорта ограничат по проспекту Карла Маркса в районе дома 495-Б. Также движение общественного транспорта будет организовано по скорректированным схемам. С 21 по 24 июля изменится маршрут следования троллейбусов номер 4-4К, с 21 по 25 июля автобусов номер 70-89, с 24 по 28 июля автобуса номер 59. Стали известны итоги Всероссийского конкурса на определение центров подготовки волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи. Участие в нем приняли 474 организации из 86 регионов Российской Федерации. Комиссия выбрала 25 центров в 20 субъектах страны. В их числе оказалась и Самарская область. В регионе подготовкой волонтеров займется ресурсный центр поддержки и развития добровольчества. Уже в августе будет подписано соответствующее соглашение. Сегодня в регионе более 195 тысяч добровольцев, которые принимают активное участие в проектах разной направленности. Чтобы разнообразить досуг во время школьных каникул, в Самаре на помощь родителям приходит богатая музейная программа. В галерее «Заварка», которая открылась в декабре прошлого года после реставрации известного в городе памятника архитектуры на Самарской, представили новую экспозицию о зодчестве старого города. Подробности узнала Галина Топилина. В Самаре в доме Мыштакова заварили новый проект. Со вкусом дерева, опилок и ароматом старины. Все лето здесь представлена экспозиция, уносящая посетителей в прошлый век в Самару деревянную. Группа второклассников из 174-й Самарской школы с родителями пришли в музей-галерею «Заварка», чтобы узнать новое о своем родном городе. В музей можно узнавать что-то интересное. Здесь жили наши предки. Ну, это интересно, потому что можно попасть, ну, как жили раньше. Родители рассказывают, на экскурсию записались на странички музея в соцсетях, собрали желающих из класса и отправились все вместе в музей культурно обогащаться. Посещение музеев – отличная история для детей младшего школьного возраста. Прогулки на свежем воздухе – это, конечно, очень важное развлечение, но в то же время познавать историю Самары, какие-то нюансы быта и, ну, как вот мы знаем название, да, «Деревянная Самара», очень будет интересно не только детям, но и взрослым. Речной вокзал и подромку, мыса-лечебница, дача именитых самарцев. В галерее представлены фотографии более 40 деревянных зданий. Почти ни одно из них не сохранилось до наших дней. Снимки взяты из государственного архива, открытых источников и личных архивов самарцев. Люди приходят и говорят, что у нас есть дома собственные архивы, и мы можем вам что-нибудь принести. Вот таких фотографий у вас точно нет, потому что это снимал какой-нибудь наш родственник, папа, дедушка. Мы очень с большим трепетом к этому относимся. Экспозиция в доме Маштакова продлится до конца августа. Осенью самарцев ждет новый проект, куда войдут истории о людях, до сих пор живущих в деревянных домах Старой Самары, и о сохранившихся до наших дней памятниках деревянного зодчества. Свою историю расскажет и сам дом Маштакова. Музей размещается в памятнике уникального архитектурного наследия для Самары. Это деревянное зодчество прежде всего. Его удалось сохранить, и после реставрации там открылся музей. И таким образом там создалась универсальная атмосфера, которая позволяет создавать целые циклы интересных мероприятий культурно-просветительского характера, которые объединяют разные направления. Экспозиции музея галереи «Заварка» рассчитаны на широкую аудиторию. Интересно будет и детям, и взрослым. Записаться на экскурсию можно в группе галереи ВКонтакте. Галина Топилина, Сергей Баскин, Григорий Плешаков. События. Оказаться в санитарном вагоне или в поезде бани. Увидеть защитников Брестской крепости. Проехать вместе с военнопленными. И оказаться на Нюрнбергском процессе. В Самару впервые прибыл иммерсивный поезд Победы. Это практически машина времени, с помощью которой посетители погружаются в прошлое. И железнодорожный состав несет их по дорогам войны через испытания и потери к победе. Мы побывали в уникальном составе и готовы поделиться подробностями. Уникальный передвижной музей с эффектом погружения. Иммерсивный поезд Победы на 4 дня сделал остановку в Самаре. Из 12 вагонов 10 с экспозицией, которая показывает жизнь поезда в довоенное время, в годы войны. И, конечно, в тот день, когда узнали о Победе. На входе посетители надевают наушники. И весь путь их сопровождает аудиогид Лидия. Это собирательный образ поколения юная советская девушка, которая пошла по стопам отца и стала машинистом паровоза. Именно Лидия рассказывает, как организован санитарный вагон. Или, например, вагон-баня, где организаторы смогли воссоздать даже запах и влажность парной. Поезд Победы технически очень сложно сделан. У нас более 4000 единиц оригинального реквизита, более 150 фигур, оригинальный свет, театральный звук, вибродинамики. Во время работы над поездом очень много времени было уделено работе с историческими фото- и видеодокументами. Работали историки, работали реконструкторы. И все видеостены, все, что вы сегодня видели в поезде, ну, конечно, кроме хроники, было снято специально для поезда. Наталья Проскурякова с сыном Богданом любят бывать в музеях и изучать историю страны. Из соцсетей узнали об уникальном поезде Победы, который впервые приехал в Самару. Вход в передвижной музей бесплатный. Нужно было лишь пройти регистрацию на сайте поезда. Первый раз в таком вагоне. Мне очень нравится. Я узнала много нового, очень много новых фактов о Великой Отечественной войне. Как началась война, как крики, как все бомбило. Это самое страшное, что могло быть. Поезд Победы – это сплав традиций и новаторства, сочетание современных технологий, исторической правды и неподдельных эмоций. Формат очень интересен. Я даже не ожидала. Думаю, музей, музей. Оказалось, аудио, видеоряд, экспонаты, все очень передает атмосферу. На самом деле я прямо отхожу, у меня даже мурашки похожи. Прям очень потрясающе. Состав отправился в путь в октябре 2020 года с Белорусского вокзала Москвы. С тех пор передвижной музей несколько раз пересек страну. Мы работали на Черном море и Тихом океане. Мы пересекли Транссибирскую магистраль и работали на космодроме Восточный. Мы посетили более 135 городов. Мы посетили 17 республик. На пришло более 600 тысяч посетителей и более миллиона посмотрело интерактивную выставку на всех площадках. Поезд Победы – это практически машина времени, с помощью которой посетители погружаются в прошлое, и железнодорожный состав несет их по дорогам войны через испытания и потери к победе. В чуде нашей победы была не только радость, но и горечь. Война пыталась отнять самое ценное, что у нас было. Время. Время нашей молодости. Но мы его не отдали. Мы жертвовали жизнью, чтобы сохранить эту ценность для вас. Время любить друг друга. Время любить нашу великую Родину. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. Получить знания и насладиться прекрасными видами Самары студенты из Китая совершили экскурсию по историческим местам областной столицы. Вместе с ними отправилась Елена Чернявская и готова поделиться подробностями. Самара красивый и современный город, говорят студенты Северо-Западного политехнического университета, прибывшие на Волжские берега из Китая. Делегация приехала поучаствовать в трех международных школах, организованными ведущими вузами Самары. Помимо лекций, для них подготовили насыщенную экскурсионную программу. Мы их очень ждали. У нас был перерыв три с половиной года и с нетерпением готовились к их встрече. Наконец-то они приехали, соответственно мы им организовываем насыщенную культурную программу. Также у них интенсивное обучение. Вот сегодня у них свободный день, поэтому с утра часть была в музее бабочек, в умном доме бабочек нашего университета. Часть продолжала учебу, а сейчас мы их всех собрали в одном месте, чтобы обзорную экскурсию в Самаре провести. Сначала представители Поднебесной заглянули в бункер Сталина. Это одна из самых известных и посещаемых достопримечательностей в Самаре. Его строительство началось в феврале 1942 года, когда в город эвакуировали московское правительство и ждали приезда Иосифа Сталина. Экскурсия в подземелье не оставила равнодушным никого. Я впечатлен масштабами бункера, особенно как его строили. Были выполнены великолепные строительные работы. Мне это тоже очень понравилось. Я считаю, что благодаря бункеру было где укрыться людям от войны. А еще в Самаре очень дружелюбные и улыбчивые люди. Виды Самары, красивая река Волга. Здания Самары очень отличаются от тех, которые у меня в городе. Дальше студентам ждала автобусная экскурсия. Ребята с интересом наблюдали за сменяющимися за окном картинками и слушали об истории города. И, конечно, изюминкой мини-путешествия стала прогулка по набережной. Для меня Самара очень красивый город. Виды здесь очень прекрасные. Особенно понравилось посещение Волги. Очень хотел попасть на пляж и покататься на лодке. А еще понравилась еда. Она очень сильно отличается от того, что я привык есть. Следующими остановками в маршруте стали католический костел, сквер Аксакова, площадь Чапаева, смотровая площадка в сквере Пушкина. Селфи и фото на память и отличное настроение. Не осталось без внимания гостей из Поднебесной и музей-усадьба Алексея Толстого, расположенная в самом сердце старой Самары. Экскурсовод рассказывал не только его историю, но и связанные с ним городские мифы. Получилось живо и совсем не скучно. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. Бесплатно приобщиться к физкультуре и танцам в областном центре можно благодаря акции «Самара в движении». Спортивные городки и танцевальные площадки построены в разных районах города. Одна из них расположена прямо на пляже под Первомайским спуском. Подробности у Светланы Тимофеевой. Ярослава Решетникова говорит, что на пляж пришла не в самом хорошем настроении. Но, услышав звуки музыки, присоединилась к танцующим. И настроение сразу пошло вверх. Пришла, на самом деле, с очень грустным настроением. Но, как оказалось, тут заиграва музыка, все стало отлично. Так что это очень сильно заряжает. Танцпол организовали прямо на пляже. На площадке под руководством инструктора люди танцевали зумбу. Присоединиться могли все желающие. Я вообще любительница фитнеса, давным-давно этим занимаюсь. А летом здесь очень мне понравилось. Я проходила по набережной и увидела, что здесь проходят такие прекрасные занятия. А зумбу – это одно из моих любимых направлений. Заряжающая музыка мне понравилась, прикольно. Сегодня достаточно неплохая погодка, поэтому мы вот сегодня выбрались сюда на пляж. Увидели и присоединились. Скульптурно-оздоровительная акция «Самара в движении» продлится до конца лета. Тренироваться и танцевать можно самостоятельно или в команде с профессиональным тренером бесплатно. В проекции участвуют спортивные федерации, фитнес-клубы и танцевальные студии. Впервые акцию власти областного центра провели в год чемпионата мира по футболу. Заметив ее популярность, сделали традиционной. Мы каждый год увеличиваем количество физкультурных активностей, количество локаций. И основной упор в 2023 году мы сделали на улучшение, создание более комфортных условий пребывания на территории наших акций. Каждый год к акции «Самара в движении» присоединяются новые виды спорта. Становится все больше и площадок. В этом году они расположены на площади Куйбышева, в парках Гагарина и 50-летия октября, а также на пляже под Первомайским спуском. Актуальную информацию о расписании тренировок можно найти в группе ВКонтакте «Самара в движении». Городской департамент физкультуры и спорта планирует сделать акцию еще масштабнее. Спортивные городки появятся во всех районах областного центра. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Пляж на Первомайском спуске на три дня превратился также в песчаный стадион. Ведущие спортсмены страны разыгрывают здесь Кубок России по пляжному теннису. Матчи проходят в рамках третьего этапа соревнований. Финалы состоятся в воскресенье. С открытия турнира репортаж нашего корреспондента. Самарско-Тольятинский микс Елизавета Кудинова, Дмитрий Павлов в первый матч третьего этапа Кубка России по пляжному теннису выиграли не напрягаясь, рассказали чемпионы мира среди юниоров до 19 лет. Они одолели соперников из Санкт-Петербурга за два сета. После двух этапов пара из 63 региона считается фаворитами соревнований. Игра была комфортная для нас, но погодные условия в Самаре все время, когда проходит Кубок России, все время сильный ветер и на стороне по ветру очень трудно забирать гейми. Мы здесь тренируемся, это наш корр, мы знаем площадку, поэтому мы, мне кажется, лучше чувствуем корр, чем они. Кубок России по пляжному теннису проходит в Самаре уже в одиннадцатый раз. В Самаре уникальная набережная, уникальные условия, уникальный пляж и проведение таких соревнований, оно происходит, как бы, естественно, Самара сейчас один из ведущих городов по проведению соревнований по пляжным видам спорта. Поэтому неудивительно, что Кубок России в нашем городе это мероприятие ежегодное, это способствует тому, чтобы пляжный теннис развивался в нашем городе. Ветераны самарского тенниса от нового вида спорта в восторге. Когда он появился в нашем городе 12 лет назад, они и не предполагали, что он так быстро станет популярным и Самара будет одним из центров развития пляжного тенниса в стране. Первые пляжные теннисисты пришли из так называемого «большого тенниса». Первый турнир взяли своих спортсменов и сказали участвовать, участвовать, участвовать. И теннисистки, особенно молодые, конечно, они все с удовольствием участвовали и даже заняли хорошие места. И тут потянулись, конечно, за ними все остальные. Мы очень рады, что мы имеем эту возможность здесь проводить, что это видят горожане и тянутся к спорту. Кубок России по пляжному теннису проходит в личном зачете. Играют мужские, женские и смешанные пары. За Самарскую область выступают порядка 40 спортсменов. Свои силы в этом турнире пробуют юниоры. Однако медальную копилку регионы, естественно, пополняют наши звезды, чемпионы, а также призеры страны и мира. Уровень турнира на самом деле высок. Мы на этом турнире рассчитываем на медали. Будем надеяться, что у наших ребят все получится, поскольку у них было время на подготовку на родных кортах. Кубок России по пляжному теннису проходит не одним турниром в Самаре, как обычно, а четырьмя отборочными этапами в разных городах нашей страны. Где на каждом спортсмены поднимаются на пьедестал почета и зарабатывают рейтинговые очки. Финал сильнейших пройдет в ноябре в Москве. Пляжный теннис еще ребенок, но очень динамично развивающийся. И благодаря таким регионам, где есть инфраструктура, это Самара, Рыбинск, Санкт-Петербург, это наши столпы пляжного тенниса, где проходит большинство серьезных соревнований. Пляжные теннисисты рады, что теперь они играют не только за награды и спортивные звания. С этого сезона победители и призеры Кубка России получат денежное вознаграждение. Правда, по сравнению с теннисистами, оно чисто символическое. Призовой фунт турнира всего миллион двести тысяч рублей. И по традиции обладатели Кубка поедут на международные старты. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Самары в своем телеграм-канале Вести с Дворянской призывает горожан заниматься спортом. Спорт дает новый заряд энергии для более активной жизни. Согласно многочисленным исследованиям, спорт и физическая активность оказывают благотворное влияние на настроение и повышают уровень счастья. Чем чаще люди занимаются спортом, тем они более счастливы. Благодаря занятиям спортом появляются силы и положительные энергии на учебу, хобби, работу, встречи с друзьями. Приобщиться к спорту можно бесплатно на одной из четырех площадок города. Тренеры проводят занятия на Первомайском спуске Набережной, в парке 50-летия Октября, на площади Куйбышева и в парке имени Юрия Гагарина. Администрация Кировского района Самары сообщает, что учебный центр МП «Трамвайно-троллейбусное управление» приглашает получить профессии водителя трамвая и троллейбуса. После успешного окончания курса выпускники учебного центра при трудоустройстве получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. МП «Трамвайно-троллейбусное управление» гарантирует стипендию на время обучения и конкурентную заработную плату. Полный соцпакет, возможность выбора рабочего графика, бесплатный проезд, а также общежитие. Кроме того, для работы в трамваях и троллейбусах требуются кондукторы. Узнать подробнее о вакансиях, а также задать вопросы, можно по телефону, указанному на экране. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки призывает самарцев следить за своим здоровьем. Активное долголетие вполне достижимо. Что для этого нужно, информацию разместили на специальных карточках. Прежде всего, необходима устойчивая личная мотивация на долгожительство. Необходимо постоянно трудиться так, чтобы это было по силам. Активный отдых также играет роль в профилактике старения. Нужно хорошо высыпаться, получать интеллектуальную нагрузку, избегать стрессов. Важно знать о своих хронических заболеваниях и тщательно контролировать свое состояние. Вовремя принимать назначенные доктором препараты, посещать врача, регулярно проходить диспансеризацию. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok